Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова, кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Сегодня нашу программу мы решили посвятить одной из самых любимых овощных культур – огурцу. А вот о том, какие бывают виды огурца, как вы лучше выращивать, чтобы добиться богатого урожая, узнайте из нашей программы, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. Итак, Наталья Викторовна, все-таки какие виды огурца бывают и почему все так любят эту овощную культуру? Для русских людей и в будние и праздники уже на протяжении многих веков огурец является одной из самых лучших закусок. Благо, и способов приготовления его очень много. Это соленые огурцы в бочках, консервированные, малосольные и маринованные, и свежие огурчики, как приятно похрустеть только что сорванным свежим огурчиком с грядки. И, наверное, нет, пожалуй, ни одного участка дачного, где бы не выращивались огурцы на грядках, на грядках или в теплицах. Потому что огурец – это кладезь витаминов, минеральных веществ, различных биологически активных добавок. Он низкокалорийный и очень полезный для человека. И сегодняшние современные гибриды огурца и сорта, они обладают целым рядом достоинств. Они имеют и пучковое заложение завязей, они дают высокий урожай огурчиков, они устойчивы к болезням и вредителям. А что касается деления огурчиков на различные группы, то они бывают и засолочные, и салатные. Вот основное деление сортов огурца. Конечно, салатные огурцы понятны из названия, что они в основном применяются для салатов. Они, как правило, бывают длинные, с гладкой поверхностью, и для засолки они малопригодны. А вот огурцы, которые для засолки, они, конечно, обладают целым рядом замечательных качеств. Они сохраняют плотную хрустящую мякоть и при солении, и при консервации, и при мариновании. И они крупнобугорчатые или мелкобугорчатые и очень приятные, хрустящие на вкус. Бывают огурцы раннеспелые, среднеспелые, позннеспелые. Поэтому, когда покупаете семена, обязательно смотрите на это, чтобы вы хотели ранний урожай получить или иметь длительный период отдачи урожая. Для этого нужно выращивать несколько сортов, желательно, чтобы были раннеспелые, познеспелые, среднеспелые огурчики. Кроме того, огурцы бывают пчелопыляемые и портенокорпические. Портенокорпические огурцы сейчас очень популярны среди дачников, потому что, вы знаете, наше лето не всегда такое стабильное. Часто бывают и длительное похолодание, резкие перепады температур. Да, и с опылителями тоже проблема. Пчел и шмелей становятся все время постоянно меньше и меньше. И тут на выручку дачникам приходят портенокорпики, которые завязывают плоды без опыления. Но, естественно, и семян в этих огурчиках нет. Портенокорпические огурцы бывают и с крупно-бугорчатой поверхностью, и с мелко-бугорчатой поверхностью. Как правило, с пучковым заложением завязей, устойчивым к болезням. И лучше они растут, конечно, в теплицах портенокорпики. И получается, что вроде как и надобности у нас нет теперь в пчелопыляемых огурцах. Но на самом деле очень большой популярностью среди наших людей пользуются и пчелопыляемые. Вообще-то как-то мы больше склонны к пчелопыляемым огурчикам. Вспомните, пчелопыляемые. Все естественным путем происходит. Конечно, пчелопыляемые муромские, неросимые, неженские, изящные. Это все пчелопыляемые, давнишние сорта, надежные, которые постоянно и до сих пор выращиваются на грядках. Кроме того, огурцы, которые выращиваются в открытом грунте, пчелопыляемые, они больше получают и тепла, и солнца. Они меньше накапливают нитратов. И считается, по положительным качествам, по полезным веществам, они больше накапливают и витаминов, и минеральных веществ, потому что в них завязываются семена. Из-за этого они более полезны, скажем так, для человеческого организма. Так что вот такие бывают огурцы. Наталья Викторовна, огромное существует количество видов огурцов, но тем не менее, вот в чем преимущество? Ведь они еще и выращиваются по-разному, разные виды. Есть огурцы, которые выращиваются в открытом грунте, а есть те, которые прекрасно себя чувствуют в теплицах. Так вот все-таки вот в чем разница и в чем преимущество выращивания этой овощной культуры именно в теплице? Сейчас практически на дачных участках, на каждом дачном участке есть какая-нибудь тепличка, пусть небольшая, или парничок, или какое-то каркасное укрытие, или поликарбонатное современное, или стеклянное, пленочное. Потому что в наших условиях бывает довольно затруднительно вырастить огурцы в открытом грунте с нашим таким нестабильным летом. И, конечно, огурцы, которые выращиваются в защищенном грунте, они имеют преимущество, выращивание огурцов имеет преимущество перед огурцами, которые мы выращиваем в открытом грунте. Конечно, огурцы, которые в теплице, мы сажаем их раньше, намного раньше, чем мы с рассадой огуречной выходим в открытый грунт. В теплицу мы высаживаем рассаду, как правило, в середине мая. А в открытый грунт намного позже, уже в конце мая, это в лучшем случае, а так даже в начале июня. А если мы раньше посадили огурчики, конечно, мы раньше и будем собирать урожай, поэтому где-то на полмесяца, дней на 20 из защищенного грунта мы раньше можем получить уже урожай огурцов. Это раз. Во-вторых, огурцы, которые находятся в теплице, растут, они меньше подвержены и заболеваниям, потому что это как бы закрытая территория, куда не так проникают болезни, вредители. Можно регулировать условия. Прохладно на улице, мы закрываем форточки, жарко мы их открываем, проветриваем. Мы можем регулировать микроклимат. Потом у нас огурчики, как правило, в теплице высажены на гряды, они у нас подвязаны к шпалере, и очень удобно их и формировать, срывать плоды, и потому что плоды чистые, они грязные, они не забиваются землей во время полива дождем, когда это в открытом грунте. Поэтому, конечно, выращивание огурцов в теплице имеет свои преимущества. Хотя многие не имеют возможности построить себе теплицу, и многие по старинке по-прежнему выращивают огурцы и в открытом грунте, и достигли уже немалых положительных качеств в этом. Уже знают все секреты выращивания огурцов в открытом грунте. Все-таки мы живем в регионе, когда лето очень-очень переменчивое. Нельзя заранее предсказать, будет ли оно теплым, будет ли оно дождливым, и поэтому, конечно, огурцы, которые прекрасно себя чувствуют в теплице, защищенные, закрытые со всех сторон, у них созданы оптимальные условия, то этого нельзя сказать об открытом грунте. Там уж никто огурчики наши не скроет от непогоды и от холодной температуры. Все будет зависеть от погоды и от конкретного года. Но все-таки можно ли как-то получить в открытом грунте хороший урожай, несмотря на погодные условия? Конечно, можно. Мы в открытом грунте тоже высаживаем огурцы или рассадой, или семи семенами. Если мы семи семенами, то лучше, конечно, посеять смесью семян сухих и пророщенных. Этим вы убережете свои будущие всходы. Допустим, вы посеяли на улице похолодание. Семена пророщенные, пророщенные, они не взошли, зато взойдут семена сухие. И очень важно, есть тонкости при выращивании огурцов в открытом грунте, очень важно знать, какая у вас почва. Потому что если супещаная почва легкая, огурчики нужно сажать поглубже. Если вы посеете очень близко к поверхности, земля пересохла, всходы погибли. А если, наоборот, у вас земля глинистая, тяжелая, значит, тогда нужно их сажать не так глубоко, потому что они должны дышать воздухом проростки. Тут очень большие сложности бывают при выращивании огурца в открытом грунте. Но можно ускорить получение урожая. Как? Обычно мы огурцы выращиваем в открытом грунте в растил. То есть они у нас лежат на грядках. И, конечно, когда мы собираем урожай, когда мы поливаем огурцы, они забиваются грязью. И огурчики тоже находятся в таком грязном состоянии. Они лежат на земле. И когда мы собираем урожай, мы переворачиваем плети, мы их где-то затаптываем. Тут чаще всего и вредители, раздолье есть, и болезни. Поэтому, чтобы ускорить урожай, получить быстрее урожай огурца в открытом грунте, можно то же самое выращивать их в открытом грунте на шпалере. Вы посеяли огурцы в бороздки. Как правило, мы сейм огурцы в бороздки, на грядке. Посеяли в два ряда бороздок. Расстояние между бороздками 50-60 см. Посеяли их погуще, потому что лучше мы потом проредим, чем они будут очень редко расти. Когда всходы появились, оставляем между растениями где-то 20-25 см. И на вот этот рядок мы вбиваем, на величину грядки, вбиваем колья высотой 2 метра. И колья между собой соединяем или планкой, или проволокой. И от этой проволоки или планки опускаем шпагат к своим растениям. И на этот шпагат подвязываем огурчики. И у нас огурцы в открытом грунте будут расти так же практически, как в теплице. Они будут подвязаны, они будут плестись. А вы знаете, что огурец италиана, и она очень быстро будет заплетать вот этот шпагат свой. И когда вы будете собирать урожай, будет видно, где огурцы растут. Пчелам будет легче опылять растения. Наверное, так легче формировать эти растения. И формировать легче. И солнышко будет больше их освещать растения. И они будут у вас чистые, не грязные. И поливы осуществлять легче. И рыхление, борьбу с сорняками легче. Это один из способов выращивания огурцов в открытом грунте на шпалере. А можно еще просто замульчировать грядку пленкой. Но для этого сеять уже нужно не в бороздке, а в лунке. Вот у вас есть огуречная грядка. Вы сделали лунки. Где-то расстояние между лунками где-то 25-30 сантиметров. Тоже в два ряда луночки сделали на грядке. Посеяли. В каждую лунку 3-4 семечка. Поэтому не надо сеять. Потому что не появятся всходы. Как правило, когда 3-4 семечка, они друг дружку поддерживают. И всходы появляются более дружные. Посеяли. Закрыли землей эти луночки. Замульчировали. И сверху пленкой накрыли грядку. Края ее присыпали землей, чтобы ее не сдуло ветром. И ждите всходу. Как только вы увидели под пленкой, что появились всходы, вы над этой луночкой аккуратно прорезаете отверстие. Оставляете в лунке по одному-два растения. И у вас плети лежат на пленке. Во-первых, такой способ хорошо предохраняет от роста сорняков. Во-вторых, у нас грядка, она все время теплая. Земля под пленкой хорошо прогревается. И обработку растений проводим только вот в этой лунке. Полив тоже осуществляем растений только через вот эту луночку. То есть намного сокращаются объемы работ. И легче ухаживать за растениями. И тоже огурцы будут чистые, не загрязнены после дождя. И удобно видеть плеть и хорошо их перекладывать. А все-таки нуждаются ли огурцы в особом уходе? И как правильно ухаживать за огуречными растениями? Конечно, огурчики требуют ухода. А уход заключается в чем? Это, конечно, полив. Поливают огурцы довольно часто. Где-то в жаркую погоду через день. Поливать лучше, конечно, или утром, или вечером. Мы уже с вами не один раз об этом говорим. И теплой, отстоявшейся водой. Когда вы поливаете шланга холодной водой, вы поливаете, размываете корни. Корни охлаждаются. Растение испытывает стресс. Поэтому поливать лучше или утром, или вечером. И в жаркую погоду не поливайте по листьям. Потому что получаются сильные ожоги. Вода попадает на листья, солнце светит ярко, и листья обжигаются. Когда на улице пасмурно, сокращайте поливы. Не нужно поливать часто так, когда холодно, корни плохо работают. Нужно обязательно следить за растением. В теплице растение, как правило, формируют. Когда вы растение подвязали, оно у вас уже достигло где-то одного метра, обязательно внизу все пять узлов выщипните. Дайте растению возможность хорошо подрасти, и чтобы оно достигло вот этой шпалеры. Потому что часто датчикам жалко бывает удалять нижние завязи. Все радуются, ах, пошли уже огурчики, маленькие завязи. Не жалейте, дайте растению толчок к хорошему росту, чтобы оно завязало, дало хороший рост, образовалась хорошая корневая система мощная. Оно потом отблагодарит вас хорошим урожаем. И если вы видите, что идут боковые побеги пустые, пустоцветы, нет на них завязей, обязательно их удаляйте полностью. В открытом грунте, как правило, огурцы не формируют, потому что они у нас растут, вот как я говорила, в растил или на шпалере. Но тоже, если видите, что идут пустоцветы, обязательно эти побеги удаляйте. Если видите, что мало идет боковых побегов, основная ведь отдача огурцов на боковых побегах формируется урожай, то тогда прищипните основной побег, верхушку его, чтобы растение давало больше боковых побегов. И, конечно, подкормки. Если растение не кормить, то хорошего урожая мы тоже с вами, к сожалению, не получим. И подкормки бывают и корневые, и некорневые. Как правило, за период вегетации огурец подкармливают 3-4 раза, не меньше. И начинают кормить до цветения, когда только-только начинается цветение, бутонизация подкармливаем. И хорошо реагируют на подкормки, на чередование минеральными подкормками и органическими подкормками. И навоз разводим где-то 1 к 5, и куриный помет 1 к 5, и настоем травы поливаем огурчики, и комплексным минеральным удобрением. Тогда, конечно, урожай будет хороший. А если вы видите, что погода стоит пасмурная, холодная, или у вас растения плохо растут, потому что корневая система еще слабая, не может взять минеральные вещества из грунта, тогда можно взять некорневые подкормки. Они тоже очень, они по листьям идут. И когда вы сделали, развели раствор минеральных удобрений, микроэлементов, то лучше опрыскивать растение снизу, потому что на нижней стороне листьев огурца много вот этих устиц, и чтобы растение лучше впитывало раствор микроэлементов. Спасибо, Наталья Викторовна, за ваши советы. Я думаю, наши дачники возьмут их на вооружение. Ну а следующую программу мы посвятим другу огурца, точнее соседу на нашем столе, помидору, поэтому смотрите ровно через неделю программу «Грядки в порядке». Всего доброго и до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok